Мы следим за выборами в Соединенных Штатах Америки, внимательно следим, и сейчас видим результаты промежуточные, 50 на 50. Это ли позитивный сценарий для нашей страны, прежде всего, говоря о поддержке Киева с Соединенными Штатами, и плохо ли это для России, или все-таки им тоже есть чему порадоваться, как вы считаете? Ну, давайте тезисно несколько моментов осветим. Во-первых, не 50 на 50, потому что пока еще не завершились выборы в Джорджии, которые перешли во второй тур, просто другое дело, это может быть 50 на 50, это может быть даже 51-49 в пользу демократов, то есть демократы даже могут победить с лишним голосом. То есть то, что демократы уже отстояли сенат, это факт, то есть ежели они проиграют в Джорджии второй тур выборов, и там победят республиканцы, тогда будет 50 на 50, а ежели они проиграют, наоборот, будет 51 на 49. Это 50 на 50, это вот сегодня, до 3 ноября, по старому составу. Ну, когда 50 на 50, тогда голос вице-президента становится решающим, 51-м. А так они могут это даже нарастить. Поэтому, если мы хотим оценить эти прошедшие выборы в целом, как было бы правильно делать, то надо признать, что все то, что я говорил как раз-таки при двери этих выборов, регулярно выступая на ваших каналах, я вам говорил, не драматизируйте ситуацию излишне. Потому что 50% все то, что говорится, это неправда, это ложь, это реклама, это просто пропаганда. Вы что думаете, в Америке не бывает пропаганды? Точно так же, потому что предвыборные компании, все врут, все хотят выбраться губернатором, сенатором или конгрессменом. Но не получилось так, как предрекали опросы общественного мнения в основном, но опросы общественного мнения тоже бывают ангажированные, то близкие к республиканской партии, то близкие к демократической партии. А результаты показали то, что в принципе все осталось почти что как и осталось. То есть я говорю в плане того, что нижняя палата, чуть-чуть республиканцы продвинулись вперед, а верхняя палата останется за демократами. То есть паритет как будто бы соблюдается, потому что законопроекты идут через нижнюю палату, они там проходят простым большинством, проходят верхнюю палату. И там это должно пройти не только простым большинством, если это конечно тема бюджета, тогда простое большинство, но все остальное, кроме бюджета, все должно проходить не то, что через большинство. Если меньшинство не согласно, тогда оно может использовать правило Филибастера, то есть 60 голосов надо набрать, поэтому ситуация осталась на прежнем уровне. И после этого идет в кабинет президента, а у президента есть всегда право вето, когда он может наложить. И это вето, чтобы преодолеть, закон идет обратно в нижнюю палату, потом в верхнюю, и они должны преодолеть право вето президента уже с 75 процентами, двумя третями голосов. А это еще намного будет сложнее в нынешней ситуации. Это было сложнее и до этих выборов, это будет сложнее после этих выборов. Поэтому в принципе ничего страшного как такового не произошло, я имею в виду с точки зрения именно как вы смотрите на эту ситуацию. То есть все как было, так оно и осталось, потому что мастер своей избрались те конгрессмены, те сенаторы и даже те губернаторы, которые в принципе поддерживали на протяжении предвыборной кампании именно линию на поддержку той же Украины. И проиграли в основном, вот смотрите, самое главное, чтобы вам было понятно, один вопрос касательно внутренней политики, которой республиканцы проиграли, и один вопрос, который внешней политики, где они также проиграли в этой ситуации. Потому что внутренняя политика это была тема аборта, внешняя политика это была тема Украины. И там и тут люди Трампа в первую очередь, так называемые трамписты, они как раз таки на этом и проиграли. Потому что внутри Америки как демократы, так и республиканцы, так и огромное количество независимых не поддерживали это решение, которое в свое время администрация Трампа протащила через Верховный суд. А что касается внешней политики, вот такие одиозные кандидаты, трамписты, которые выступали и говорили ни одного цента на поддержку той же Украины, они все оказались за бортом этих выборов. И в массе своей, некоторые из них проскочили все-таки. Но это как раз таки и дало такое фиаско республиканской партии. Вот та красная волна, которую все предрекали, она и не произошла. Другое дело, даже неплохо, что нижняя палата будет в руках тех же республиканцев с мизерным преимуществом. Скорее всего, они 218 голосов наберут. Но это хорошо, когда лишнее давление будет на администрацию Белого дома в вопросе именно той же Украины. Я думаю, они будут больше всего бодаться, не соглашаться и спорить по вопросам внутренней политики. Так чего плохого? Пускай занимаются, пускай уменьшают инфляцию, пускай увеличивают благосостояние американского народа. Это вещи не взаимосвязаны, потому что инфляция, цены на бензин и все остальное никак не связаны с войной в Украине. Это давно было, это еще до пандемии началось, а пандемия это еще усугубила. Поэтому пускай занимается внутренняя политика, ничего плохого в этом нет, и пускай на них кто-то давит. Другое дело, чтобы это никак не отражалось на поддержке той же Украины. Поэтому, как я говорил перед выборами, так и могу повторить сегодня. Не драматизируйте ситуацию, все осталось на том же уровне. Более того, я так думаю, с учетом ваших успехов, как на Харьковском направлении, с учетом последнего успеха на Херсонском направлении, вы будете видеть увеличение поддержки со стороны Соединенных Штатов, двупартийную поддержку. Как она была, так она и остается. Более того, я уверен, что она будет идти еще по усиливающейся, потому что результаты налицо. Как раз об этом и хотел спросить, каким образом мир реагирует на нашу победу в Херсоне и о поставках вооружения. Показали ли мы, что мы этого вооружения достойны, что мы можем правильно его применять, и с помощью него же, с помощью помощи наших партнеров мы можем освобождать украинские города, и, соответственно, повлияет ли это на поставки в будущем? Однозначно, если промониторить все выступления западных политиков, как в Соединенных Штатах, так и в коллективном Западе, в целом, более того, некоторые, которые даже находятся за пределами коллективного Запада по географии, но входят в семерку, например, это можно делать вывод, что для всего мира, для тех, кто поддерживает Украину, это, конечно, было очень хорошее сообщение, а для тех, кто не определились со своей позицией, вот, я имею в виду те страны, которые, вот, например, собрались сегодня там в Асиан, в Камбодже, или те, которые до этого собирались вот в Самарканде, в Астане, то есть лишний раз это говорит о том, что Россия получила очередное стратегическое, подчеркиваю, поражение на поле боя, вот, тем самым развеялся очередной раз миф второй, так называемой, армии мира, вот, и это произошло именно вашими руками, все знают, что бы там ни говорила российская пропаганда, в поле боя нет никакой армии НАТО, на поле боя есть, конечно, только украинская армия, а есть ваше вооружение, которое вы получаете именно со стороны Рамштайна, со стороны того же НАТО, ну, кто мешает той же России при наличии того же оружия, которое у них есть, и которое они бравировали все время, и одержать такую же победу, а все, здесь простой ответ на этот вопрос, мотивации, мотивации украинских солдат, мотивации российских солдат, потому что украинские солдаты отстаивают свою родину, защищают свою родину, для них на самом деле это отечественная война, Россия ведет захватническую войну, и поэтому фактор мотивации, наряду с поставками вооружения, и плюс ваш героизм и консолидация всего общества лишний раз убеждают в том, что на Западе понимают, где добро, а где зло, как бы это пафосно ни звучало, и усиливает прагматизм западных политиков, которые понимают, что в нынешней ситуации, конечно, им выгодно поддерживать сегодня Украину, несмотря на то, что 8 месяцев назад у них не было такого уровня понимания, они все готовились к вашей капитуляции, но вы тихо-тихо сумели переубедить весь этот мир, и сегодня уровень поддержки Украины со стороны в целом коллективного Запада, во главе с теми же Соединенными Штатами, где также эта поддержка 8 с лишним месяцев тому назад, 24 февраля, была на уровне 0%, а сегодня вы видите уже процентов 70 этой поддержки вы получаете, и она идет по возрастающей. И судя по последним заявлениям, из Южной Кореи в том числе, то есть я имею в виду вот эта вся география, все страны, которые в массе своей входят в тот же Рамштайн, я думаю, вы будете чувствовать усиление этой поддержки не только на политическом, дипломатическом, информационном уровне, но в первую очередь на военно-техническом уровне, потому что все понимают, что если вы хотите завершить эту войну и завершить так, как надо, нужно поменьше спекулировать на теме каких-то переговоров, которые нереальны в нынешней ситуации, и все это прекрасно понимают, а легче эти переговоры приблизить, только приблизив победу Украины. Поэтому, если кто-то говорит о мире в этой войне, значит сначала надо ускорить победу той же Украины, потому что любая война заканчивается, в конце концов, переговорами. Но для того, чтобы эти переговоры начались, нужно сначала логически завершить эту войну, а война может завершиться только тем, что в 2014 году, то есть возвратом к 2014 году Донбасс и Крым. Освобождение полностью территории вашей Украины и вывод всех российских солдат. Возвращение к 24 февраля уже невозможно, и об этом понимают именно на Западе в том числе. Я не думаю, что какой-нибудь политический лидер на планете, включая президента Соединенных Штатов, способен заикнуться в беседе с вашим президентом на предмет того, что давайте начнем переговоры и вернемся к границам 24 февраля. Вы видите, это невозможно, идут только спекуляции на эту тему, поэтому, конечно, на Западе это все прекрасно понимают. И я думаю, усиление поддержки, раз вы меня спрашиваете, вы будете ощущать еще больше. То есть усиление поддержки во всем направлениям, включая военно-технические, оно будет идти по восходящей. Я в этом не сомневаюсь. Касательно переговоров, президент Турции Реджеп Тейпер Эрдоган говорил, что именно зерновая инициатива, она может открыть путь для так называемого мирного коридора между АРФ и Украиной в будущем. Как вы считаете, насколько действительно эта площадка и может стать таким началом для будущего урегулирования конфликта? Ну, как вы знаете, Турция по инициативе ее президента выбрана в качестве дипломатической площадки между Россией и Украиной. Это обоюдное согласие двух сторон, которое поддержал коллективный Запад. И поэтому, естественно, на протяжении вот всей этой войны вы видели в той или иной мере активную роль Турции, ну и через Турцию той же Организации Объединенных Наций в решении тех или иных гуманитарных, подчеркиваю, именно гуманитарных вопросов, а никаких политических вопросов, которые возникали, возникают сегодня и, я уверен, будут возникать и в будущем в противостоянии этих двух стран. В первую очередь это касается темы военнопленных, это касается зернового контракта, то есть всех тех гуманитарных вопросов, которые нравятся кому-то или не нравятся, будут существовать и появляться во время этой войны, и ими надо заниматься. И, сходя из этого, на протяжении всего этого времени эта платформа действовала. Тут достаточно вспомнить не только зерновой контракт, а все началось именно с того успешного момента переговоров, когда освобождали ваших героев, защитников Азовстали. Вот, и тема эта вся продолжается. Другое дело, предложение президента Турции о том, что продлить этот зерновой контракт еще на год, это очень хорошее предложение в плане того, что, значит, это тема, которая волнует сегодня весь мир, весь мир и в том числе, конечно, Украину. И поэтому, ежели это будет продолжаться и дальше, ничего плохого в этом нету. А война рано или поздно завершится. И она завершится, я так думаю, половина дистанции этой войны уже пройдена. И когда будет пройдена и другая половина дистанции, вот этот мостик, эта форточка, или как хотите ее называйте, которая решает сегодня эти гуманитарные вопросы, тогда созреет для того, чтобы и начать заниматься и политическими вопросами. Что в этом плохого? Рано или поздно же война закончится, и если придется садиться за стол переговоров и снова разговаривать, да тогда, даже с позиции силы, которой будет обладать украинская армия. Они же не будут искать вновь какую-то новую страну или новую площадку, где надо переговариваться. Она есть, сидели, говорили по зерну, сидели, говорили по военнопленным, а теперь можно поговорить и о политической составляющей. Другое дело, эта тема еще на повестке дня не созрела, и, как я говорил, также я могу повторить, когда она созреет, тогда о ней можно и говорить. А сегодня то, что озвучивает президент Турции, он это озвучивает как страна и лидер страны, которая занимается непосредственно с благословлением и по просьбе этих двух стран всеми гуманитарными вопросами, и рядом с ним находится как раз генеральный секретарь ООН, который точно так же, скорее всего, будет принимать участие в будущих политических переговорах, которые рано или поздно должны произойти после завершения этой войны, после того, как вы освободите и Донбасс, и Крым. Я бы так это оценивал. Все заявления, которые будут исходить со стороны той же Турции касательно этих переговоров, возможных переговоров в будущем, или касательно зернового контракта или всего другого. Потому что за эти восемь с лишним месяцев, если вы проанализируете все те моменты, которые занималась та же Турция, вы не увидите ни одного факта, где интересы той же Украины были как бы сданы. Вот касательно пленных я сказал, касательно зернового контракта я сказал, и во всех других вопросах, которые еще, может, даже не озвучиваются, но они продолжают эти закулисные контакты, они решаются. И во всем интересы Украины отстаиваются. Как они отстаивались до этого, я думаю, они будут отстаиваться в будущем. Вы не забывайте, что Турция, помимо того, что выбрана дипломатической площадкой, она является частью Рамштайна. Это член НАТО, вторая армия НАТО, которая поставляет вам байрахтары, которые убивают российских солдат на поле боя. Кроме этого, Турция помогает вам и с военно-морским флотом, и много чего другого, которое не озвучивается в публичной плоскости, но прекрасно известно вашему военно-политическому руководству. Просто не смешивайте вещи. Там, где должна быть дипломатия, там должны быть более-менее обтекаемые выражения. Тот же генеральный секретарь ООН, критикуя нещадно правительство России за ее преступления в этой войне, при всем при этом и разговаривает с Москвой, и ездит туда, и придерживается иногда обтекаемых фраз, только для того, чтобы достичь успехов вот в этих переговорах именно в гуманитарной сфере. Подчеркиваю, переговоры сегодня идут только по теме гуманитарной, и завтра также они могут продолжаться только по этой теме, пока война не закончится. А вот только тогда политические темы могут стать предметом переговоров, когда война закончится, и война закончится именно так, как вы хотите. Потому что не может быть здесь ничьей. Здесь одна сторона выиграет, другая проиграет. Поэтому, если мы посмотрим на реалии нынешнего дня, мы понимаем, что у России нет возможности уже победить в этой войне. Россия хочет как можно с меньшими потерями завершить эту войну. А вы еще не победили, вы уже однозначно не проиграли, но вы еще не победили. Но судя по тем темпам, как идет ваше наступление и ваши успехи, вот вы уже более 50% приблизились к тому, что даст вам возможность в будущем вести переговоры с позицией силы. И поэтому, я думаю, у вас будут продолжаться наступления и на Донецком, и на Луганском направлении. А что будет потом, это уже все прекрасно понимают. Вы уже находитесь после Херсона очень близко к тому же Крыму. И я не думаю, что этого не понимают ни в Кремле, ни в Вашингтоне, ни в Стамбуле, ни в Париже. Весь мир понимает все, куда идет. И посмотрите политические заявления, которые вы слышите и в Астане, и в Самарканде. Посмотрите, что мы слышали вот сейчас на этом саммите Осьян. И очень внимательно следите за саммитом G20 в Индонезии. И далеко не случайно туда не поехал президент Путин после того ультиматума, который дал Ваш президент. А Ваш президент будет там принят на том же высоком уровне, на котором он был принят на семерке. Господин Юнус, я благодарен Вам за разговоры, за то, что включились в наш эфир и поделились своим мнением на те темы, которые нас интересовали. И буду рад Вас видеть еще в наших эфирах. Рамис Юнус, американский политолог. Бувизнамы на прямом известку. Бувизнамы на прямом известке.